Автобус, который ждали. Сразу два городских маршрута изменили и пустили по улице Дыбенко. Движение здесь активное. На участке от улицы Советской Армии до Авроры расположен крупный торговый центр и несколько жилых микрорайонов. Как только завершился комплексный ремонт улицы, общественному транспорту дали зеленый свет. Мы выбрали маршруты, которые у нас муниципальные, проходят по улице Антонова Овсеенко, потому что в принципе там происходит дублирование разными видами общественного транспорта. Если у нас по улице Антонова Овсеенко ходит и большое количество трамвайных маршрутов, ходят троллейбусные маршруты и есть автобусные. Через обновленный участок пошли два маршрута. Автобус номер 35 от НФС до Дома молодежи и номер 45 от Красной Глинки до автостанции Аврора. Интервал движения от 15 до 25 минут. На участке в полтора километра установили по четыре остановочных павильона с каждой стороны. На улице Ивана Булкина, возле торгового центра, на Карбышево и Советской Армии. Я рада, хоть построили сейчас вот дорогу, тротуар, но очень бы хотелось, чтобы появился у нас автобусный маршрут. Как он появился, вот два пустили тут автобуса. И? И вот уже ездят 35-й, 45-й. Прекрасно! Замечательно! Теперь я буду знать и буду ездить. Очень рады, вот как только узнали, что пустили автобус, сразу поехали, вот очень ждали, потому что далеко идти, очень тяжело с сумками. А так вот раз вышли, пожалуйста, приехали. Мы очень рады, да. Пока автобусы курсируют в тестовом режиме. Через два месяца специалисты проанализируют трафик и по результатам решат, нужно ли оставить два маршрута или же достаточно одного. Олеся Карецкая, Артём Сулайманов. События.